Больше всего на свете мы любим свой город, конечно же. И каждый старается найти какое-то любимое местечко, укромное местечко в этом городе. У каждого есть свой уголок. И очень часто люди с сожалением наблюдают за тем, как меняется город. В общем-то, должно быть так, что от более такого простого он превращается в более сложный, разрастающийся город с новыми памятниками, которые уже стали памятниками. Но иногда мы наблюдаем и обратную картину, когда те дома, к которым мы привыкли, которые привык видеть наш глаз, они вдруг в одночасье исчезают и перестают украшать наш город. К сожалению, с таким явлением мы в последнее время сталкиваемся все чаще и чаще. Исчезает в городе малоэтажная или одноэтажная застройка. Маленькие уютные особнячки, которые всегда были украшением нашего города, их становится все меньше и меньше. Люди предпочитают строить себе какие-то высотные здания, а эти высотные здания далеко не всегда вписываются в окружающий ландшафт. Сухун-то как раз тем и отличался всегда, что все дома, все здания, все как бы микрорайоны города, они были вписаны в окружающий ландшафт. Очень важно было то, что улицы прямой стрелой идут от берега моря и почти в горы уходят. И мы можем видеть эти горы. Сегодняшние многоэтажки, как правило, закрывают этот вид. И они как бы разрывают этот город на части и создают какие-то отдельные его клочки. Более того, каждый человек, если ему повезло жить в доме, которому больше ста лет, например, ему хочется узнать историю этого дома, историю тех людей, которые жили в этом доме. И наша сегодняшняя с вами беседа, она как раз будет посвящена тому, что из себя представлял наш город сто лет тому назад, чуть больше, чем сто лет тому назад. Маленький уютный городок, который разместился на Черноморском побережье. Это один из видов Сухума. Фотография, которая сделана была на горе Чернявского. Кто такой был Чернявский? Чернявский ученый, исследователь, который приехал сюда в конце 19 века, имел возможность такую, как скупить большое количество участков. И поэтому гора Сухумская, она была практически вся его. По истечении какого-то времени он стал продавать отдельные участки свои. И таким образом появилось большое количество соседей, людей, которые заняли эту территорию, Сухумскую город. То есть ее называют периодически то Сухумской горой, то горой Чернявского. Вот этот красивый дом с куполом, который вы видите, это дача Персидского, доктора Персидского. Сегодня вы этот дом увидите, можете его увидеть, он сохранился. Но он настолько изменен современными хозяевами, владельцами этого дома. Это случилось не сегодня, в те годы, когда после революции здания все были либо национализированы, либо муниципализированы. В таких домах поселялось очень много людей, и каждый старался как-то занять свое место, расшириться. Во всяком случае, купол мы сегодня не видим, и практически узнать дом невозможно. Дача Войцеховича внизу, вот с такими красивыми решеточками, в нижней части фотографии. В основном, конечно, город застраивался с берега моря. Самые красивые, самые такие роскошные здания, видные издалека, заметные, они разместились по берегу. Это и бульвар Сухумский, и знаменитые отели его. Но самыми здоровыми участками все-таки считались вот эти вот предгорные. Это район Сухумской горы, это были дачи. Люди в нижней, то есть в приморской части города имели дома. Вот, например, мы говорим, особняк Даля, да, на улице Пушкина расположен он. А чуть выше, на уровне вот этих вот домов, была дача Даля. Она сейчас тоже сохранилась на этой даче, ее можно увидеть. Почему я включила в презентацию вот эту, может быть, непонятную немножко фотографию? Но это фундаменты старых сухумских домов. Все они, как правило, сложены из природного известняка и кирпич. Кирпич, который выдавался или производился на кирпичных заводах около Сухума. Совсем-совсем в окрестностях Сухума было несколько кирпичных заводов. Вот один из этих заводов принадлежал Искандеру, дедушке Фазеля. Самое-самое такое излюбленное место Сухумчан, место встреч, где назначаются всякие свидания, где гулять любят люди, где... И сегодня эта традиция набережная, она продолжается. Это Сухумский бульвар. Сегодня мы его называем набережной. А в тех годы, в конце 19-го и в самом начале 20-го века, это был маленький отрезок на побережье. От улицы Пушкина сегодняшняя, ну, примерно от театра, да, от бывшей улицы Ольгинской, до улицы Торговой или сегодняшней улицы Айтгалара, вот где гостиница Абхазия заканчивается, там заканчивался бульвар. Вот этот маленький отрезочек, но он был настолько насыщенный, он был такой густонаселенный, если можно так произнести. То есть там постоянных жителей там не было, домов частных не было в этом месте, за редким исключением. Может быть, от самой первой линии, второй, третьей, там могли быть частные дома. А так это были все отели, кафе, какие-то духанчики, кофейни, вот турецкая кофейня там была такая обширная. Но она была насыщена людьми, потому что люди не переставали туда приходить. Все время ходил народ. На самом бульваре держали городская власть, городские власти держали специально сторожа, который отвечал за порядок, за чистоту и отвечал за растения, которые были высажены на этом бульваре. Вот посмотрите, то есть там была и парковая зона, и этот сторож очень внимательно, очень серьезно к этим своим обязанностям относился, потому что известен случай, когда моряки, сошедшие с корабля на берег прогуляться и выпить кофе, почему-то там лошади были у них, и вот эти лошади оказались привязанными к какому-то из деревьев и обглодали все кусты, и само это дерево обглодали. В общем, был целый скандал городского масштаба, заставили платить штраф, чего не происходит сегодня у нас в городе. Мы совершенно безболезненно и беспроблемно для кого-либо и для себя, в том числе делаем все, что мы хотим. Мы вырубаем деревья, мы вырубаем кусты, не нами посаженные, то есть спокойно к этому относимся, к сожалению. На этой фотографии, это конец бульвара, да, мы видим вот это здание. Сегодня этого здания уже нет, на его месте стоит отель или гостиница «Сан Ремо» или гостиница «Рица». Это была так называемая гостиница «Центральная», в нее упирался этот бульвар, но там случился пожар. В свое время это здание практически было уничтожено пожаром, и позже появилась гостиница «Сан Ремо». Сейчас я как бы попытаюсь вам немножко рассказать о тех памятниках, о тех строениях Сухума, которые мы утратили уже, которых уже нет. Сухумский кафедральный собор во имя Александра Невского, который находился на месте сегодняшней филармонии. Ну, эта информация не новая, я думаю, что практически все знают об этом, но немножечко истории. Дело в том, что в самом городе было несколько церквей. Военная церковь, которая находилась на улице Пушкина. Она была, ну, если так смотреть, то вот сбоку от филармонии на улице Пушкина находилась военная церковь. Небольшая церковь находилась возле у входа в ботанический сад, тогда еще не ботанического сада как такового, находилась там церковь. На месте самого кафедрального собора находился молельный дом, который позже был перенесен на то место, это Пушкина 8 по адресу, там, где сейчас планируется открывать художественную галерею. Там ведутся работы такие восстановительные. Вот на этом месте был молельный дом. Но, к сожалению, ни тот храм, который здесь находился, ни та церковь, которая сбоку от него находилась, ни молельный дом они не выдерживали. Они были как временные постройки и расшатывались от климатических условий, не выдерживали большого количества посетителей, то есть не могли принять. И вот тогда генерал Гейман, который находился в это время в Сухуми, задумал построить огромный храм в Сухуми и хотел его воздвигнуть на горе Трапеция, над городом, так, чтобы храм как бы возвышался над всем городом и был виден из любой точки города, можно было наблюдать за этим храмом. Для строительства храма собирали деньги всем миром, что называется. Весь город принимал участие в сборе денег, ну и государственная казна, конечно, поддержала. Но так случилось, что не был построен этот храм там, Геймана перевели на другое место службы, и этот храм не был построен. Тогда взялись за строительство храма уже на этом месте, где сегодня храм. Этот храм, который был уже построен, он как бы тоже видоизменялся несколько, достраивался, поскольку тоже не вмещал большое количество прихожан. И вот на этой фотографии, ну здесь мы видим колокольню, а последний храм, вот этот храм, это уже как бы последний вариант храма, который был в Сухуми. Но, к сожалению, храм подвергся так же, как и все остальные культовые сооружения. В 1936 году этот храм был уничтожен. Его взорвали, и от него ничего не осталось, кроме вот фотографий. А поэтому я как бы немножко вас отвлеку от основной темы. Поэтому хочу сказать о важности таких вещей, как фотография, открытки, благодаря которым мы можем проследить историю, причем достоверную историю. Нужно сказать, что все фотографии и открытки того времени, ну я имею в виду конец 19 века, потому что открытки как таковые в России появились в 1875 году или 72 году. Ну а позже, когда уже они стали, их расцвечивали, они были очень интересными, они очень популярными стали. И самое главное, что они были дешевле, чем все другие почтовые отправления, как, например, письма, открытки были дешевле, и они были как открытое письмо, использовались. И вот благодаря этим открыткам мы сегодня имеем возможность рассматривать мельчайшие детали на зданиях. Мы можем иногда по этим открыткам проследить даже какие-то рассказы, которые на обороте написаны. Иногда описывается само строение, описывается... То есть очень много чего полезного можно извлечь из вот таких материалов. Они становятся, ну, таким очень-очень важным документом для исследователей, для тех, кто интересуется, изучает эти вот предметы. На этой фотографии вы видите дом Сухумского епископа. Это сегодняшний музей, музей, в котором я работаю. Правда, он сейчас уже немножко изменился. Здесь вы видите двухэтажное здание, но в настоящее время был надстроен третий этаж, теперь это трехэтажное здание. А вот между... Собор находится вот здесь, совсем неподалеку. То есть это такая небольшая площадь, где весь этот комплекс сосредоточен. Вот небольшая часовинка, которая тоже выходила на улицу Леона, на тротуар. Очень красивое в архитектурном отношении здание. И оказалось таким прочным, его почему-то не убрали тогда, когда взрывали собор. Это здание стояло еще и в 70-х годах. Но когда было принято решение освободить все парки городские от заборов, от ограждений, здесь был такой белоснежный забор из балясин, и все парки были огорожены таким же образом в Сухуме. Когда убирали эти заборы, убрали и эту часовинку. Но самое интересное это то, что эту часовню пытались убрать, взрывать они не могли в центре города, а вот пытались убрать там вот этими отбойными молотками. И тогда четыре дня. Она была совсем небольшая, но четыре дня продолжались эти работы. Так было сложно убрать это маленькое, но очень уютное, очень красивое строение. Безумно жаль, что мы лишились такой красоты. Вокруг собора, как вы понимаете, было соборное кладбище, где в пределах ограды соборной были похоронены множество знатных людей города. Известны даже некоторые фамилии. Но, к сожалению, после того, как уничтожили собор, кладбище сравняли и то, что мы имеем сейчас. А так, кладбищенская церковь на территории Турбазы Айтар, наверное, знаете об этом, там было большое-большое городское кладбище, которое при строительстве Турбазы Айтар тоже снесли, к сожалению. Там было похоронено, ну, очень много известных горожан того времени. Там похоронен Смецкой Николай был похоронен. И могила его теперь как бы остается затерянной. Там же похоронен был и татарина Павел Егорович, да. Первый директор Сухомского ботанического сада. Человек, который, ну, как бы изменил жизнь этого сада, потому что сад начинался как военный сад. Это Николай Николаевич Раевский, генерал, когда совершал объезд по всему Черноморскому побережью, по укреплениям, он решил их как бы приукрасить, эти укрепления, и издал приказ о том, чтобы на каждом этом укреплении развели ботанический сад. И в Сухоме он заприметил вот этот сад, которым руководил лекарь Багриновский, и издал указ о том, что там будет ботанический сад. Ну, во время Первой мировой войны там активно выращивали лекарственные растения, которые отправляли на фронт для того, чтобы спасать раненых, лечить людей. Ну, а позже сад изменил свое направление. Там была уже при руководстве татариного. Он изменил как бы свое немножко направление своей деятельности. Там появилась Сухумская опытная сельскохозяйственная станция, и профиль немножко изменился. Туда стали привозить огромное количество заморских растений, изучать, наблюдать и так далее. То есть там потом при саде же работало и Сухумское общество сельского хозяйства, а это было известно своей деятельностью общества, и оно как бы распространяло свое влияние на очень многие сферы городской жизни. Очень много известных людей работали и состояли в этом обществе. Павел Егорович, между прочим, он, собственно, создал ботанический сад в Батуми, в Зеленом мысу, он был его первым директором, он его строил, то есть все его планы, его рекомендации, но, к сожалению, в 1905 году он вынужден был вернуться в Абхазию, потому что здоровье ему не позволяло больше работать, и в том же 1905 году он скончался в Сухуми, но в прекрасном состоянии сохранился его дом. В прекрасном состоянии он такой в западной части города располагается, там живут люди, но дом красивый и в очень хорошем состоянии. Вот. И к чему я вела разговор, что Татаринов тоже был похоронен на этом кладбище, где сегодня размещается турбаза Айтар, то есть его могилы тоже нет, как и очень большого количества людей нашего города. Еще одна потеря, и очень серьезная, но тут как бы уже не люди просто виноваты, люди, жители, я имею в виду. Это гостиница Венезелос, но молодые просто не помнят этого здания. Оно находилось там, где сегодня возвышается вот эта многоэтажка. Снемол. Очень красивое здание с лепными украшениями, причем очень старое. В 1993 году... Следующий снимок, дай, пожалуйста. В 1993 году вот Анзор Семенович, он обнаружил запись на одном из камней, сохранившихся камней этого здания, в котором говорилось о том, что это здание построили трапезунские греки, что они приехали оттуда-то, оттуда-то. Это было одноэтажное небольшое здание, а уже позже надстроили к нему второй этаж. Когда было одноэтажное, это был отель Орду назывался, а уже позже, когда надстроили второй этаж, там был такой отель фешенебельный по тому времени, потому что там было электричество, там были душевые камеры отдельные. В общем, много всяких новшеств было в этом отеле, и его называли Венезелус по имени премьер-министра Греции. И тогдашний назвали этот отель. Но он погиб в войну, в войну 1992-1993 годов. А уже на месте разрушенного здания его снесли и построили вот этот вот комплекс, который называется Обсномол. Еще одно здание, которое мы потеряли, возможно, возможно, оно не представляло из себя такой вот супер какой-то архитектурной ценности, но тем не менее, это так называемые турецкие бани, которые размещались на улице, сегодняшней улице Когония. Это недалеко от МЧС, здания МЧС. Принадлежали они некоему гор-гор-оглы. Бани эти были очень хорошо, очень добротно, обстоятельно оформлены. Там было много мрамора, там проводились самые различные процедуры. Например, из моря закачивали воду морскую, и можно было принимать соленые морские ванны, прямо там находясь. Грязевые ванны, то есть специально завозили грязь. Я, правда, не знаю откуда, но завозили грязь, и там посетители могли пользоваться этим видом услуги. Но, к сожалению, так получилось, что эти бани оказались лишними в нашем городе. Мы остались без этого строения, очень интересного, очень такого камерного, но очень интересного. Причем эти бани располагались вот, где вот эта высотка строится. Теперь мы имеем вот этого монстра в городе вместо вот этого красивого здания. Этого строения тоже уже в городе нет. Это ворота, которые вели в парк Синоп. Парк Синоп Александра Романова, который приехал сюда в Абхазию со своей супругой молодой, купил дачу у полковника Веденского, который развел в Сухуми такой большой сад флора. Назвал он его с большим количеством самых различных экзотических растений. Но Романов дал ему свое название и назвал его Синоп. А почему Синоп? Потому что он прославлял русскую победу в Синопе над турецкими войсками. И своему саду, своему имению в Сухуми он дал такое название. Оттуда у нас расхожая такая уже фраза, как куда идешь в Синоп, куда едешь в Синоп. То есть мы уже не придаем значения этому названию, хотя вот изначально оно как бы появилось оттуда. Красные, ажурные работы, легкие, красивые ворота, ну, посчитали лишними, убрали, снесли. Причем дача самого Романова, она была не такая вот, как бы сказать, да, Романов и дача должна была быть какая-то супер. Она была довольно скромная, но при этом, при этой даче имелось еще и садовое заведение. Что такое садовое заведение? Это фактически питомник, которым выращивалось большое количество самых различных растений. Это было торговое предприятие. Люди со всех концов страны, ну, тогдашней России, более того, даже из-за рубежа, писали письма, и им высылали семена, а иногда и саженцы растений, которые они запрашивали. Известно достоверно, что для своего таганрогского сада Чехов покупал саженцы и семена из этого садового заведения Синоп. Еще одно здание, которого сегодня уже нет в нашем городе, это так называемый Гранд-отель. Он действительно гранд, потому что чего там только не было. Размещался он там, где сегодня Абхазский драматический театр. На набережной в центре города, где фонтаны рядышком, находилось вот это строение. Но прошло какое-то время. В 21-м году в этом здании размещался первый Абхазский государственный театр уже в 21-м году после революции. Позже случился пожар, и это здание пришлось очень сильно перестроить, и уже мы имеем вот наш Абхазский драматический театр, который вместо этого здания. Но в этом здании был свой кинотеатр внутри. Это был отель, кинотеатр, ресторан, буфет. Здесь же было еще перед театром, вот где сегодня парк Шинкуба, это было подворье Новоафонского монастыря. И вот Алоизи, а, кстати, строил его купец, знаменитый шелковод Алоизи Юаким Михайлович, Алоизи скупил часть земли в сегодняшнем парке Шинкуба и устроил там роскошный парк. Там были, ну, дорожки проложены для прогуливающихся, там был скейтринг для того, чтобы кататься могли, качели были установлены. То есть такое вот место для отдыха и развлечений. К сожалению, и вот этого здания в городе нет. Но это образец классического-классического модерна. И, как считают специалисты, лучшего представителя модерна, архитектурного такого стиля модерна, в Сухуми нет, кроме как вот такой и не было. Много зданий в стиле модерн в городе, но вот это была классика. Он был просто потрясающим. Вот посмотрите, насколько он красиво украшен, какой он, какой он из, из каких частей состоит. Это был большой театр того же Самуридзи. Мы о нем еще сегодня не говорили. Иоаким Михайлович Самуридзи – знаменитый промышленник, табачный магнат города и меценат, по большому счету, потому что ему принадлежит несколько зданий в городе, принадлежало, простите, несколько зданий в городе. К сожалению, сгоревшая наша картинная галерея. Вот это здание – это тоже, которое строил Самуридзи. Кинотеатр был роскошный. Почему? Потому что внутри кинотеатра была площадка для оркестра духового. Внутри находился буфет. Внутри находилась большая-большая зрительская ложа. А потом уже шел портер, в котором можно было сидеть просто зрителям. Здесь демонстрировался и синематограф, то есть кино, и театральные постановки самые различные. Но мы видим только центральную часть. К сожалению, остальная часть строения закрыта вот этими растениями. Мы ее просто не видим здесь, хотя на других снимках она сохранена. Но, к сожалению, опять же так случилось. Вот мы все время вынуждены говорить эту фразу, что так случилось. Но, в общем, было принято решение. Это уже были 70-е, конец 70-х годов, когда было принято решение о сносе этого здания. И на его месте сегодня находится русский театр, находится на месте этого здания. Здание очень красивое, конечно, построили, и нужное, и важное. Но этот памятник был просто очень красивый, очень хороший. Вряд ли кто-то из вас видел это здание, потому что оно находится на закрытой территории сегодня. Это частный особняк такого очень богатого и очень знаменитого жителя Сухумы того времени Николая Александровича Симонова. Симонов, который занимался табаком, как говорили раньше. Я занимаюсь табаком, я табачник. То есть у Симонова он был владельцем табачной фабрики здесь. Скупал огромное количество табака и рассылал его в разные города, в основном в Петербург. Это был филиал табачной фирмы «Ла Ферн» из Петербурга. Вот это его дом. Но после революции дом был национализирован. Опять же, там жили разные люди. Потом на этой территории построили турбазу Министерства обороны. Но здание сильно пострадало во время войны. А это просто художественная восстановленная картинка по фотографиям этого здания. Вот там был роскошный парк. Вообще Симонов был очень влиятельный человек в городе. А еще большей популярностью, чем сам Симонов, пользовался его жена Евгения Фердинандовна Симонова, вернее, Кист Симонова, которая занималась широкой благотворительностью в городе. Она возглавляла Сухумское общество борьбы с туберкулезом. И делала здесь очень много в качестве вот такой помощницы в этой работе. Может быть, вы слышали о таком празднике, как Белая ромашка, который ежегодно проводился в Сухуме. Объявлялся сбор средств поддержания этого праздника, поддержания больных туберкулезом. Она же организовала такой санаторий для туберкулезных больных, где они могли какое-то время лечиться, а потом уже уходили как бы на домашнее лечение. Этот санаторий находился в здании купца в Эфиаде. Это, ну, в советское время это был Нарсуд. По улице Ардзенба такое разрушенное здание сегодня. Но очень красивое, даже в таком виде, из известняка сложенное, очень красивое здание. Опять возвращаясь к Симоновым, это здание, которое находилось на Званба-9. Сухумчане знают, что такое Званба-9. Это один из филиалов кабинета министров, где все паспорта оформляют, там министерство образования находится вот на этом месте. А это был Лафермовский табачно-ферментационный завод. Склады были на этом месте. Долгое время в этом здании, уже в советское время, размещался пединститут. Я училась здесь и даже знаю мое окно. Вот это окно было, из которого мы смотрели на платаны. Вот. И, кстати, это строение, оно было такое замкнутое. И в глубине двора были двухэтажные строения, но они невысокие. Здесь тоже два этажа, но это высокое, такое солидное и очень капитальное здание. А те были небольшие склады. И даже в те годы, когда уже мы учились в этих зданиях, до сих пор стоял запах, запах табака. Причем такой приятный-приятный запах. Он вот не вызывал такого отпрощения даже у тех людей, которые не курят, не любят курить. Очень приятный, такой сладковатый запах хорошего, качественного табака. Сегодня такого просто нет. Вот. Но, к сожалению, это здание снесли, построили каменную коробку, которую мы имеем сейчас. Оно было очень красиво. Вход в этот дворик был через вот эту арку небольшую, и уже все строения внутри размещались. Это, опять же, Симоновская, филиал Симоновского завода. И еще одна фотография у нас должна быть с Симоновым связана. Помните это здание? Так называемый Бомбей-Сухомский. Это сам ферментационный завод, Лафермовский, где и контора находилась, и склады. Оно тоже такое с внутренним двориком здание строения. Более того, один из корпусов его выходил через задний двор, выходил на улицу Сахарова, на улицу Октябрьскую бывшую. Но, к сожалению, в 1942 году, когда Сухум бомбили с моря, в 1942 году во время войны, это здание пострадало. И позже там построили комплекс, так называемый Дом врача, который мы сегодня имеем, где размещается комитет по репатриации. Очень красивое здание. К сожалению, эта фотография не передает красоты. Нужно просто подойти и всмотреться внимательно в него. Более того, сохранились фотографии, где вот на этих шарах двух с распростертыми крыльями орлы стоят. Но, возможно, во время очередной бомбежки эти орлы просто разрушились. И сегодня мы имеем здание вот в таком виде. Очень красивое. Вообще, дома Сухума отличаются тем, что используется кирпич в оформлении домов, в строительстве, и разных цветов. И этим кирпичом как-то мастера умудрялись играть. Играть так, что кирпич составлял какой-то рисунок определенный, какую-то линию. Вот в следующих фотографиях мы увидим эти украшения из кирпича. Очень жаль, когда в городе ни архитекторы, ни люди, которые должны за это отвечать и понимать такие вещи, не присматриваются к тому, что иногда во время ремонта или каких-то других строительных работ открываются вот такие старинные надписи. Вот здесь, например, было написано «Мелочная лавка Яковидии». Ну, маленькое строение, которое сегодня поглотил отель Леон. Отель Леон в городе. Вот его уже нет, нет этой надписи. Ну, понятно, что само по себе это строение, оно как бы не такое важное для архитектуры города. Но как свидетельство истории, как доказательство, конечно, оно могло бы послужить. Еще одна такая, я бы сказала, непродуманная совершенно оплошность, которая была допущена руководителями города. Это то, что, ну вот вы видите три небольших таких строения. Это, вы, наверное, догадались, купол, видите, первый. Это гостиница «Рица» Сан-Рему. Рядом сегодня эти здания соединены между собой, но когда-то они были, были как бы, отделялись, можно было отличить их. Да и здесь вот сейчас тоже видно, вот здесь даже, вот. Это общество взаимного кредита строения, которое строил инженер Рожден Иванович Кокуба. А это здание строил Баме архитектор, два разных архитектора, но сегодня они объединены в одно общее здание. А вот рядом с этим зданием общества взаимного кредита размещались вот эти маленькие строения. Вот кинотеатр «Опсны», который мы уже видели, говорили о нем. Три небольших зданица в стиле модерн, очень вкусненькие, как говорят архитекторы, вот прямо отвечающие требованиям того времени в своем строении. Причем там размещалось очень много самых различных учреждений. Там был аптекарский магазин Френкеля и Кулиша, там был знаменитый портной Хлебников Сухумский, размещался тоже в этом. Типография Геладзе и Каландаришвили размещалась. Во дворе можно было зайти, вот отсюда можно было зайти и попасть в эту самую типографию. Вот, но, к сожалению, эти строения тоже снесли, и сейчас там просто пустырь. А снесли их, наверное, тоже где-то году, в конце 80-х годов снесли эти строения. Очень красивые. На этой фотографии, посмотрите, как давно была сделана эта фотография, еще нет цеху нашего банка, национального банка, который в 30-х годах был построен, его еще нет. Видимо, какие-то работы идут по обустройству города, потому что вот тут заделывают какие-то дыры и сажают растения, сажают пальмы. Улица Махаджиров, 56, набережная 56, если так можно сказать. Сейчас на этом месте большой такой трехэтажный особняк, весь утыканный балясинами, белоснежный. Здесь размещалась мастерская фотографа Пименидиса. Это один из самых известных фотографов города. Недалеко от этого места в гостинице Ривьера размещался, нет, в Ориентале размещался и в Карпиде второй известный фотограф города, который, в общем-то, и оставили нам самые-самые ценные фотографии, по которым мы можем проследить историю города. А сама эта фотография была сделана известным ученым, этнологом, путешественником, бароном де Бае, французом, который путешествовал по Кавказу и попал к нам сюда, в Абхазию. Но почему я остановилась на этой фотографии? Уже, наверное, мало кто помнит этот дом. Посмотрите отдельные колонны. На всех старых фотографиях этот домик, он прямо выходит на берег, прямо на море смотришь, вот набережную пересек, и уже море, берег моря. Поэтому с моря, если смотреть, этот дом всегда был виден. И на всех старых фотографиях он изображен. Причем очень хорошо видно, что здесь стоят колонны, а потом уже идет навес. Но со временем, когда дом был, опять же, муниципализирован, и там поселилось очень много людей, эти колонны перекрылись стеной, как бы увеличили площадь. Но еще колонны угадывались какое-то время. Дом был очень красиво украшен, там такие орнаменты интересные шли по фризу. Но дом снесли и построили вот эту многоэтажку, которая, в общем-то, на берегу, не знаю, нужна или нет. Но посмотрите, какие колоритные фигуры стоят на фоне стен этого дома. Где находился первый Сухумский базар? На площади какой? А Зеленая площадь – это где? Так, друзья мои, самый старый базар в Сухумске находился там, где сегодня парк Славы. Это был центр города тогдашнего. И улица Лакуба, по которой мы проезжаем мимо парка, ее не было там, это была сплошная полоса, улицы не было. Улица, вот даже там, где сегодня угол Леона и Лакоба не было, было перегорожено вот так, были строения. Там стоял магазин Германуса, хозяйственный какой-то бокалейный магазин Германуса стоял. Он соединял Ривьеру и дом Заграфопова, то есть перегораживал улицу Лакоба. Точно так же перегорожена была улица Лакоба по окончанию парка сегодняшнего. Но многие жители, которые размещались вокруг этого базара, были очень недовольны тем, что в центре города, в такой местности размещается базар, где с 4 утра начинался шум, голдеж, там эти стучали молотками, кто-то там что-то по железу стучал, такой шум, грохот. И жители города постоянно требовали убрать этот базар оттуда. Но так случилось, что случился пожар на этом базаре в 1909 году. Вот предыдущая фотография – это была газетная вырезка, фотография из газеты того времени, где рассказывается о том, что до тла сгорели все лавки, ну, в общем, сгорело все, и базар пропал. Долгое время самого базара как такового не было, но память все-таки приводила людей туда, там продолжались осуществляться всякие сделки, торговые сделки, какие-то мастеровые какие-то, что-то, в общем, еще продолжало функционировать. Позже базар перенесли с этого места, ну, вот здесь трудно узнать окрестные дома, а вот дальше на фотографии видно, что это место облагородили, создали парк, но для этого, конечно, понадобилось достаточно длительное время, но украсили это место, посадили деревья, сделали бассейн, украсили его всякими скульптурными фигурками, там, фонтанами и прочими-прочими. Позже поставили памятник Сталину, это был парк трудящихся имени Сталина. Ну, что это именно? Это место, посмотрите, вот гостиница «Европа» мы видим, или детский мир, абсолютно точно, то есть ошибиться невозможно, это место как раз то самое. Но позже, уже в конце 40-х годов, в 49-м году, как говорят, этот базар перенесли на новое место, на тогдашнюю окраину, на площадь перед зданием почты. Это дом на улице Сахарова. Дом, который мы не увидели с вами, Прозолидис и Георгиадис, но здесь вот детали этого дома, посмотрите, какая работа. Это решеточка на балконе, какая изящная, какая красивая работа. Это подвальное окно, ну, посмотрите, как оно оформлено. Окно в подвал, всего-навсего лишь, но как красиво. Это музыкальное училище. Мы, к сожалению, о нем не поговорили, но как-нибудь в другой раз. Это лестницы музыкального училища, посмотрите, как изящно, красиво они нас уводят. Дальше. Дом Стефаниди, промышленника Стефаниди. Украшения – это навершия. Это дом учителя математики Семенова. Верхнее окно в Эркере очень изящное, но, опять же, оно изменено всякими перестройками, но, тем не менее, вся линия очень хорошо угадывается. Ну, и последние кадры – это дом, дом, который находится на улице Абазинской, в котором размещалось общество «Мазут», дом Карагезова. Это такое рельефное украшение в виде гирлянды красивой. Оно по всему дому опоясывает весь фриз этого дома. И посмотрите, какой изящной формы ручка. Дверная ручка. Понимаю, что памятники города этим рассказом просто не исчерпаешь никак. Их еще очень много. И очень много историй, связанных с людьми, которые жили в этих домах или которые строили эти дома. Редактор субтитров А.Семкин